...в том числе. Можно запрограммировать и сразу задать вопрос. Итак, ну и естественно мы на вебинарах, мы повторяем немного все, что было на предыдущих вебинарах. У нас был вебинар по линейным программам, по ветвлениям, то есть по оператору выбора, и сегодня у нас по циклам. А что будет сегодня? То есть первое, повторение пройденного материала, второе, описание цикла в жизни и в программировании, практические задачи, домашнее задание, коротко. Итак, для чего вообще программирование? То есть мы проходим базовые наши элементы, которые были на прошлых занятиях. То есть программирование это высокоприбыльная сфера, потому что она позволяет экономить время людей, достаточно большое количество времени. Исключать технические ошибки, компьютер не ошибается, и влиять на людей. То есть можно создавать программы или те или иные ресурсы, сервисы, которые позволяют людям принимать решения, в том числе для обучения. Какие технологии программирования существуют? То есть вам, если вы только начинающий программист, стоит определиться, что вы хотите создавать. Приложение для компьютера, то есть десктоп, мобильные приложения, веб-приложения, разрабатывать игры или пока если вы обучаетесь, какими стоит языками пользоваться. То есть если это приложение десктоп для компьютера, то это C-Sharp.net, для мобильных устройств это либо Java, это под Android, либо Objective-C, это под iOS. Веб это PHP в большинстве своем, то есть до 90% разработки. И ASP.net это специализированная разработка на серверах Microsoft. GameDev, то есть это разработка игры, движок Unity. И обучение желательно то ли по Pascal, либо Python. Последовательность любого обучения по программированию мы начинаем, любого языка. То есть нужно с установки компилятора начать. Далее линейные программы типы данных, ветвления, циклы, массивы, функции, классы и, собственно, объектно-ориентированное программирование, его идеология. То есть сегодня мы дошли до циклов. Как говорится, установка компилятора, который мы будем использовать, то есть коротко. Заходим на сайт pascalabc.net. Если вы хотите установить десктоп-версию, то есть на свой компьютер, нажимаем кнопочку «Скачать соответствующий компилятор» и выбрать, желательно, верхнюю точку, потому что она устанавливает вместе с фреймворком. Он скачивается, мы устанавливаем. Если вы хотите работать не на компьютере, а прямо в интернете, можно запустить VDE-версию. Вы сразу в интернете можете иметь компилятор, запускать программы и получать тот или иной результат. Линейные программы. Что такое линейные программы? Буквально, коротко. Это программы, в которых операторы выполняются один за одним, шаг за шагом, без изменений. Как написаны, так и они и идут. То есть мы написали простую линейную программу, объявили переменные, вывели на экран текст, произвели вычисления, вывели на экран значение переменной. Запустили, мы получили результат. И коротко, как работает алгоритм выбора, то есть ветвление. То есть алгоритм выбора позволяет сделать что? То есть ответить на вопрос, на который можно ответить да или нет, обязательно есть в этом алгоритме. Если да, программа идет по основной ветве, поистине, если нет, иначе по дополнительной. То есть в зависимости от этого условия выполняются различные операторы. Вот так это выглядит, если в виде блок-схемы условия. Если да, по одной ветве, если нет, по другой. Коротко, простая задачка на ветвление. Мы найдем наибольшее из двух чисел. Задаем переменные, вводим их в программе. Если а больше b, выводим а, иначе выводим b. Ну, мы видим, что выводится действительно больше из двух чисел. Вот, и коротко, небольшая пауза, отвечу на вопрос. Да, что у нас тут есть. Есть ли смысл смотреть этот вебинар? Конечно, есть, если вам интересна сфера алгоритма выбора линейных программ. Можно и в Burlund Delphi попробовать. Они будут, в основном, будут совместимы с Pascal и BC. Особенно в базовом синтаксисе, который мы рассматриваем сегодня. Поэтому вполне, вполне можно и в Burlund Delphi. Ну, хотя установить Pascal и BC это буквально 5 минут. Итак, что же такое цикл? Цикл это управляющая конструкция в языке программирования. То есть, она управляет запуском операторов, последовательностью их запуска. Которая позволяет многократно повторять определенные команды. То есть, в цикле может выполняться один и тот же блок кода несколько раз. Этим они удобны, для этого они и предназначены. Ну, первые циклы, которые были реализованы, они брали с перфолента на первых компьютерах и замыкался конец на начало. Вот так делались первые циклы. Ну, конечно, сегодня это управляющая конструкция в коде языка программирования. Алгоритмический блок-схемия выглядит следующим образом. Условия. Если, например, не выполнено условие на выходе из цикла, мы выполняем действие и опять возвращаемся в условие. Таким вот образом. Если условие выхода из цикла выполнено, то выходим. При этом, может быть, как в разных конструкциях цикла, как здесь вот стоять «да», так и стоять здесь «да». То есть, при верном условии может как запускаться цикл, так и может быть и выход из него идти. Так, это условие, это базовый вид цикла, это цикл с предусловием. Когда сначала идет условие, а потом действие цикла. Так, да, и теперь коротко, где же циклы встречаются у нас в жизни? Ну, первое, да, посчитать руки на пальцах. Да, пока смотрим. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Пока пальцы есть, увеличиваем значение вычисления на один. Посчитать ступеньки. Опять же, первая, вторая, третья, четвертая. Пока ступеньки есть, увеличиваем номер, на который мы находимся, который мы запоминаем, на один. Например, присесть десять раз. Тут немножко другое. Если там пока не закончится складывать, то здесь мы считаем один, два, три, пока наш счетчик, да, один, два или три, не будет равен десяти. То есть, несколько подходов. Первый, первые два задания. Это когда мы идем до выполнения какого-то условия и в итоге получаем количество наших шагов. И второе, когда мы делаем четкое количество шагов. То есть, один шаг, два шаг, три шаг, шаг до десяти. Пересчитать все купюры в пачке денег. Тут же опять это первый тип, когда мы идем до конца и вычисляем. Но в данном случае мы, если в первых двух вариантах мы считали один, два, три, то есть мы количество считали. То есть, здесь мы не просто считаем количество действий, а мы делаем сумму. То есть, там 10 гривен, 20 гривен, 30 гривен, это 10, там 20, 50, опять 10. Мы все купюры складываем. То есть, 10 плюс 20, ага, 30. Там что еще? 50, 50 плюс 30, 80, это еще 10, 90. То есть, в итоге у нас получается не просто сколько там купюр, 4. А что в этой пачке 80 гривен. То есть, мы применили к циклу еще и алгоритм вычисления суммы в циклах. То есть, это базовое понятие. Если, как это, вопрос к вам. Где у вас в жизни встречаются циклы? Ну, и большая просьба написать в чате. Буквально одну минутку, так чтобы все включились или кто мог включиться, включились. Дали обратную связь. Где у вас в жизни... Да, понадобится нам Паскаль, ответ на вопрос. Где у вас в жизни встречаются циклы? Кто-то начал писать. А ну, тут знаешь, проснуться, умыться, покушать. Тут скорее у вас линейная программа. Это может быть каждый день? Да, вот каждый день. День начался, пока день не делается. Вот, пока тарелка не опустеет. Да, это цикл. То есть, раз, два, три, четыре, пять, пока условия не выполнены. То есть, ключевое, чтобы есть условия, и пока оно выполняется или не выполняется, мы делаем определенные действия. Есть три типа основных циклов. По алгоритмической манере. То есть, предусловия. Когда сначала мы спрашиваем, будем делать, то есть, выполняются ли условия. Скажем так, сначала я спрашиваю, закончились ли купюры, и потом смотрю, считать ли следующую. С постусловием. Я смотрю, там, например, считаю, считаю, да, смотрю количество денег, да, и когда у меня будет 100, тогда заканчивать. То есть, я беру сначала купюру, а потом смотрю, будет ли у меня 100 гривен или нет. То есть, цикл с постусловием. Я сначала выполняю действия, а потом проверяю, выполнены ли условия. Это второй вариант. И третий вариант с параметром. Когда я не выполняю то или иное условие, а я просто просматриваю счетчик. То есть, у меня есть параметр тот или иной, и пока он не будет иметь значение, скажем, действовать как с приседаниями, я буду выполнять мои действия в цикле. Итак, разберем каждый элемент в отдельности. То есть, цикл перед условием, это условие идет до цикла, как мы уже объясняли. Сначала определяемся, выполнены ли условия, а затем выполняются действия. С постусловием. Наоборот, условие идет после тела цикла. Такой цикл удобно использовать, когда команды в теле цикла должны выполняться хотя бы один раз. Например, у нас есть вводимые данные, и мы должны проверить их на соответствие условия. Например, мы можем вводить только положительные целые числа. Пользователь ввел данные, и мы проверяем. Если не соответствует этому условию, мы его просим еще раз ввести данные. То есть, для этой ситуации используется цикл repeat. И for, цикл с параметром, условие его завершения определяется достижением переменной параметра определенного значения. А переменная параметра, то есть, она сначала единица равна, или там тройки, или десятки, то есть, какому-то значению. И каждый шаг цикла увеличивается на один. Вот, алгоритмические схемы, вот так вот, да, так выглядит. While. Логическое выражение, если оно правда, мы выполняем действие, и опять задаем вопрос. Если правда, опять выполняем действие. Если ложно, мы выходим из цикла. Цикл repeat, то есть, постусловие, мы выполняем действие. Логическое выражение, если оно правдиво, мы выходим из цикла. Если оно ложно, мы возвращаемся в тело цикла. И цикл for, да, переменная, счетчик цикла, обычно обозначается i, это из математики. Если выполняются данные условия, от i до n, и каждый на каждом шаге, и увеличивается на единицы. То есть, тело цикла мы проходим еще раз, еще раз пока, и не станет равно n. И тогда выходим из цикла. Да, уже просмотрели. Да, то есть, еще раз примеры. То есть, на ступеньки поднимаемся, считаем деньги, ищем человека в толпе, например, да, просматриваем. Человека пока не найдем. Если не нашли, ищем, смотрим на следующую. Или ждем трамвай, пока не подошел нужный. Трамвай будем ждать. Итак, рассмотрим уже программу. Кто-то спрашивал, будет ли нам сегодня нужен паскаль. Да, будет. Мы сначала просмотрели логику. Дальше мы просмотрим программы. И дальше будет небольшое практическое задание на каждый блок программы. Так, хорошо. Итак, поехали. Мы начинаем с чего? Мы зададим переменную, да, счетчик, скажем так. В данном случае мы будем рассматривать цикл. Задали переменную, которая нам понадобится, и интеджер, да, целого типа. И в данном случае мы делаем переменную цикл с предусловием, но используем его как бы очень похоже на цикл с параметром. Но в данном случае, если мы делаем цикл с предусловием и хотим вывести эту или иную последовательность, нам необходимо в начале цикла задать значение, начальное значение этого параметра. То есть пока и будет меньше 10, выполнить, вывести на экран и. То есть если у нас вот одна команда, да, мы можем после цикла, мы можем не писать begin и end. То есть после управляющей конструкции изменяется, выполняется только одна команда. Если бы мы просто выводили и, и от этого бы, или в этой строке делали какие-то вычисления, от которого, которые влияют на условия, то тогда мы бы, вот, и бы, нам бы не нужно сделать begin, но так как нам нужно еще изменять переменную счетчика цикла, то мы пишем в write и, и на каждом шаге переменную счетчика увеличиваем на единицу. И запускаем эту программу. Вот мы видим числа от 1 до 10. Аналогичный цикл только с постусловием сделаем. И равно единице точно так же. Ключевое слово repeat, то есть повторять. Делаем у нас уже знакомый набор операторов. И пишем until. Пока. И не станет больше 10. То есть если условие в данном случае ложно, мы его выполняем. Выполняем телоцикл. Обратите внимание, что нам в конструкции repeat и until не нужны begin и end. То есть выполняются те операторы, которые лежат между repeat и until. Выполняем, опять же мы видим, что выводится на экран последовательность от 1 до 10. Рассмотрим цикл for. Его конструкция в чем-то похожа, в чем-то не похожа. То есть мы в самой строчке определения цикла выводим значальное значение и конечное значение изменения параметра. Параметра i. И выводим его на экран. Запустим. Как видим, если мы изменяем просто параметр, то данная программа занимает всего 2 строчки, именно содержательный блок. Тогда как другие циклы, то есть для while нам понадобилось 4 строчки, а для repeat целых 5. То есть при использовании цикла с параметром генерация последовательности 1, 2, 3, 4, 5 намного проще, чем если использовать цикл с предусловием или с постусловием. Также как можно оформить вывод в цикле. В данном случае мы оформили его как значение значимое, пробел, значение пробел. То есть мы, например, можем выводить значение и отдельно выводить пробелы, разделив их на 2 оператора в write. То есть вывод абсолютно не изменится. А также можем в разделителе добавить другие символы. Как мы видим, точно так же изменился вывод. То есть для оформления мы можем добавлять те или иные символы между значимыми элементами. Или убрать вообще разделители, тогда у нас цифры будут без разделителей и как бы слипнутся. Тогда уже не будет понятно, 10 это или 1 и 0. Добавим пробел. Далее. И обратите внимание, желательно для правильного оформления всегда от управляющей конструкции более высокого порядка отступать 2 пробела. Мы от begin'а 2 пробела отступаем и от края for при следующем операторе мы тоже отступаем 2 пробела. И далее, ну например, мы сделаем чуть короче последовательность, но мы выведем не в строчку, как сейчас, а в столбец. Для этого нам нужно изменить оператор в write на write.ln. Вот мы получили вывод в столбец. Теперь, ну, потренируемся немножко, да, некоторые задачи, которые часто встречаются, ну, для того, чтобы были использованы с циклами, мы возьмем, да, мы выведем несколько диапазонов от 1 до 10, от 4 до 55, от минус 3 до 4, от 4 до минус 3, наоборот. И посмотрим, как же выглядят программы, которые работают с данными задачами. Так, у нас небольшой тут перискок получился. Вот данная задача, да, большая просьба сейчас попробовать выполнить вот данную задачу, вывести на экран числа от 4 до 55. Каким образом? У нас есть Pascal.bc.net, да, и в нем есть VDE. Я сейчас сброшу еще раз ссылку. И большая просьба зайти по этой ссылке, ну, или даже если у вас есть компилятор, если у вас есть компилятор, тогда самостоятельно писать такую программу. Сейчас, секундочку. Так, вот ссылка. Вот, и либо самостоятельно, либо по... ну, либо на своем компьютере, либо по данной ссылке. И вот я ссылку дальше сделаю на документ Google Drive, в который желательно зайти, зарегистрироваться, и если вы выполнили задачу, то написать об этом. Да, на это 2-3 минутки. Ну, вопрос был, да, еще программист должен ли знать все эти операторы наизусть. Желательно. Во всяком случае, базовые, так точно, потому что вы с ними будете работать постоянно, вам они пригодятся. То есть, ну, прокомментирую документ, таблицу, то есть пишем им филу, там, e-mail, и если сделали, то ставим плюсик. Можно вообще так красиво в блок, да, где написано генерация последовательности, вставить код программы, который вы сделали. Ну, давайте 2 минуты на выполнение данного задания, мы пойдем дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Давайте, чтобы было понятнее, я вернусь. Да, вот у нас генерация последовательности, которую мы делали, чтобы можно было посмотреть на вебинары и увидеть. Субтитры Алексею Дубровскому! Так, у кого-то почти получилось. Кто же будет первый? отлично, у кого-то получилось. Хорошо, да. У кого, кто делал, молодцы, кто не делал, смотрим. Дальше идем по нашему плану. Итак, следующий шаг. Четные числа в диапазоне от 1 до 10. То есть, что нам нужно? Есть у нас, допустим, мы сгенерировали последовательность от 1 до 10 или любую другую. И дальше, чтобы мы вывели не просто все числа от 1 до 10, а, допустим, определенную категорию. Допустим, четные или нечетные, или кратные 3. Или такие, у которых последняя цифра при умножении их на 7 равна 9. Вот 3-4 таких примера мы и рассмотрим. А дальше, так, чтобы мы смогли написать примерчик, который есть в нашем документе. И поехали. Что смотрим? Базовая постановка цикла вот и генерация последовательности. Мы будем брать последовательность от 1 до 10. Далее выводим, да, ставим условия. Есть все числа. Мы каждое из них проверяем, является ли одночетным. И если оно четное, выводим его на экран. Да, естественно, сохраняя сдвижку. Так красиво и понятно. Запускаем. Действительно, мы видим, что мы выводим четные числа. 2, 4, 8, 10. В диапазоне от 1 до 10. Может быть, еще другой вариант такое же действия. Когда мы не фильтруем все числа, а если у них есть такой закон, то есть они четные, то мы можем наоборот поступить. Мы можем уродить по номеру, да, и через формулу зависимости номера от значения выводить в соответствующее значение. У нас есть какая формула. То есть значение числа на 1 в 2 раза больше, чем номер. То есть первый номер это 2, второй номер это 4, то есть 2 на 2, третий 6, четвертый 8, и пятый 10. Запустим, как видим, компиляция теперь 5 строк, а не 6. И количество чисел не изменилось. Принцип тот же самый сохранился. Перейдем к следующему заданию. Теперь выведем на экран все нечетные числа. Точно так же генерируем последовательность от 1 до 10. И дальше, если это число нечетное, выводим его на экран. Как видим, здесь уже 1, 3, 5, 7 и 9. Нечетные числа. Нечетные числа можно говорить, что либо остаток отделения на 2 числа не равен 0, или равно 1, что в данном случае будет эквивалентно. Но в общем случае не кратно какому-то числу не равно. Чуть-чуть следующим шагом мы рассмотрим этот вопрос. Следующая задача, это когда мы выводим только числа, кратные 3. То есть остаток отделения на 3 данных чисел равен 0. Запускаем и видим, что эти числа 3, 6 и 9. Вопрос, да, меньше-больше, да, это не равно. Паскаля это не равно. И был у нас вопрос, вывести все числа, при умножении которых на 7, последняя цифра их будет равна 9. Такой сложный. Первое. Умножим конкретное число на 7. И дальше возьмем остаток отделения на 10, что равно его последней цифре. И сравним ее с 9. Запустим. Такое число только 7. Ну, 7 на 7, 49. Последняя цифра, действительно, 9. Первый шажочек. И большая просьба, давайте 2 минуты, выполнить практическое задание. Я подсвечу соответствующий блок, который соответствует выполнению заданной. У нас есть последовательные чисел от 20 до 30, но чтобы это были только четные числа. Я вам сейчас покажу, как делать последовательные. Да, вот у нас есть четные числа от 1 до 10. Сделать аналогично, только от 10 до 20. Большая просьба, выделить 2 минуты, чтобы набрать этот текст программы и запустить у себя в компиляторе. Ну и отметиться, что у вас действительно получилось. А лучше скинуть текст программы работающей. Давайте буквально 2 минуты сделать это. У нас не так много людей зарегистрировались. Хотя бы фио и почту введите в файл регистрационный. Или если не будете делать, напишите это. Минус напишите, не буду делать. Чтобы было понятно, может быть не нужно ждать нам, а можно сразу двигаться дальше. Ну, можно написать как раз, вот у нас сделал. В файл вот сверху есть у нас доксовский файл. Там есть напротив своего блока. Введите. Вот у нас. Вот здесь. Хорошо. У нас несколько человек сделало. Это приятно. Поехали дальше. Так. Следующий блок, который нам нужно изучить, это посчитать сумму натуральных чисел от 1 до 10, нечетных чисел и чисел кратных 3 от 1 до 10. Соответственно. То есть, зачем мы это делаем? Вот на самом деле работать с циклами не сложно, когда вы понимаете, какое действие выполняется как. То есть, есть базовые алгоритмы, то есть, последовательность вычисления, сумма вычисления, произведения, выборка из, скажем так, просмотра, последовательность выборка из нее нужных элементов. То есть, вы должны это знать. Если будете это знать, вам с циклами будет работать несложно. Если вы этого знать не будете, то даже простых задач вы не сможете решить, потому что просто так вывести сходу это очень сложно. Опять же, берем базовую постановку нашей программы, которую уже мы делали и добавляем еще одну переменную для накопления суммы. Переменная такого типа называется переменной накопителем. То есть, в ней мы будем накапливать сумму всей последовательности. У нас последовательность от 1 до 10 и на каждом следующем шаге каждый следующий элемент мы добавляем в переменную накопитель. Так. Вот. Каждый следующий шаг выводим на экран значение переменной параметра и добавляем ее в накопитель. Суммируем с базовым значением накопителя. И в итоге выводим общую сумму. Запускаем нашу программу. Мы видим все числа, которые есть в нашей последовательности. и значение суммы. То есть, сумма действительно числа от 1 до 10 равна 55. Либо же мы можем убрать блок вывода на экран каждого элемента. Ну, тогда у нас немножко программа поднимется и мы будем выводить только сумму. Если мы уберем этот блок, то элементы begin и end опять же нам будут не нужны, так как цикл будет запускаться только на один элемент. На элемент sum. Sum. равно sum плюс 1. Да, еще уменьшилась наша программа. Такая компактная стала. Следующий шаг, который мы делаем, это мы теперь складываем не все элементы, а только четные. Мы добавим ветвление, которое говорит складывай текущее значение переменной счетчика в переменный накопитель только при условии, если переменная счетчик четная. Только в этом случае, ни в каком другом. Запускаем. Видим, да, сумма четных чисел будет равна 30. Если запустим нечетных, то сумма наша будет равна 25. Но 25 плюс 30 будет 55. Всех чисел у нас будет сумма всех чисел 55, 30 это четные числа и 25 нечетные. Допустим, мы сложим по условию мы должны сложить все числа кратные трем, то есть 3, 6 и 9. Вот. Получится 18. То есть 3 плюс 6 плюс 9 будет 18. 3 плюс 6 9 и 9 плюс 9 18. Действительно, наша программа считает то, что нужно. И следующий шаг, который нам нужно сделать, это в нашей программе, да, я сейчас открою, один из примеров. В нашем файле есть задание посчитать сумму чисел от 3 до 9. То есть вообще без объявления посчитать только сумму чисел от 1 до 9. большая просьба выполнить эту задачку и пойдем тогда дальше. Минуту, я думаю, что минута вам понадобится. Вот, а кто-то уже сделал сразу. Можно ставить плюсик, если нам не очень удобно выводить. Хорошо, да, у нас несколько человек работает, это очень хорошо. И пойдем дальше. Теперь мы, наша задача посчитать произведение. Немножко отличается от вычисления суммы, потому что, если в начале у нас для суммы у нас в переменной накопителе было начальное значение 1, ой, 0, да, то есть сумма 0 плюс 1 будет 1, значение элемента. То для произведения у нас переменная накопитель должна быть равна единице, потому что любое число умножить на единицу будет это число. Если бы оно у нас было равно 0, у нас бы все произведение было бы равно 0. Итак, переменная накопитель, и наши вычисления. То есть в данном случае сейчас мы делаем вычисления, да, так, это у нас пошла следующая, следующая у нас плод программы, буквально коротко, я тогда покажу, как сделать переменный накопитель для произведения, то есть что нам понадобится, нам понадобятся соответствующие переменные, так, секунду, и, и, n, нам понадобится наш генератор последовательности, от единицы, скажем, до 10, и нам нужно будет в начале присвоить значение переменный накопитель единицы, далее, на каждом шагу цикла мы должны переменный накопитель умножать на i, и в конце вывести собственно m на экран, так, да, и нам лишнее убрать элементы, вот мы получили вот такое число, действительно, это произведение всех элементов числовой последовательности, так, перейдем дальше к нашим блокам, так, сейчас, секунду, дойдем до нашего элемента, большая техническая неполадка, ну, а сейчас моя большая просьба, также две минутки, пока я закончу, чтобы вы выполнили задание, которое есть, то есть у нас в документе нужно посчитать произведение чисел от 2 до 6, проще, полису, по-русу, а так, что Отлично, у кого-то даже уже получилось. Хорошо, и следующий блок, который нужно рассмотреть, это когда, как мы в примерах из жизни рассматривали, когда идет счет не по количеству действий, а по конечному результату. То есть, например, нам нужно вывести на экран 10 первых нечетных чисел. Как это сделать? Давайте задаем начальные переменные, переменное количество у нас вот в n будет сидеть. То есть, пока n меньше 10, мы просматриваем i, и если оно не равно 0, то мы увеличиваем n на 1. И начинаем с единицы. Плюс, для удобства, чтобы сократить программу по длине, мы можем писать begin на той же строчке, что и конструкцию цикла. Вот, ставим end, end, и запускаем программу. Вот. Небольшие корректировки. И получаем, то есть, если n меньше 10, да, пока n меньше 10, и мы просматриваем все i от единицы до того, пока n не станет больше 10. И если мы находим нечетное i, мы его выводим на экран, а n, в котором мы храним количество просмотренных элементов, увеличиваем на единицу. И в конце каждого шага увеличиваем и на единицу. Мы получаем 10 первых нечетных элементов. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. И дальше, коротко, мы рассмотрим, кроме таких арифметических задачек, достаточно часто можно встретить в работе с циклами экономические задачки. Допустим, в банк положили 100 гривен под 5% годовых. Составить программу вычисления количества денег на чету через 10 лет. А оно в двух интерпретациях. Одно мы посчитаем проценты, а во втором мы посчитаем итоговую сумму. Зададим начальное значение переменных. И так как это уже экономическая задачка, то есть лучше подписывать все значения переменных, это правильный хороший тон, подписывать, комментировать переменные, что они означают. То есть сам первоначальная сумма, процент, процент, n количество лет, и еще чек-цикла, ну и собственно начинаем наш цикл. Пока и меньше или равно 10, выполняем. Да, нам еще понадобится переменная для общего счета. Пока и меньше 10, счет у нас на каждом шагу, то есть каждый год, мы кладем туда, например, только проценты. Как я уже сказал, первый вариант мы считаем просто проценты. Чему равны проценты? Это сумма, то есть тело депозита, умноженная на процент, который начисляется. Если мы запустим эту программу, то мы увидим в итоге 50, ну понятно, сумма 100%, процент 5%, соответственно каждый год будет начисляться по 5 гривен, таких лет 10, в итоге мы получаем 50 гривен наших процентов за 10 лет. Если же мы хотим, чтобы у нас начислялись сложные проценты, то есть мы каждый раз увеличиваем сумму на 5%, то есть такие сложные проценты. Мы заменим на счет, сразу положим базовую сумму, и каждый раз мы будем увеличивать счет на, не на сумму, умноженную на процент, а на текущее состояние счета, умноженную на процент. То есть база расчета депозита будет идти по текущему состоянию счета. Запускаем эту программу, видим, что в итоге у нас получится 162 гривны и 89 копеек, если округлить. То есть по сути сложные проценты, они более выгодные для клиента, чем простые. То есть там у нас набежало 50, а здесь 62 гривны за 10 лет. И еще одна задачка, то есть такая вот, остров Манхэттен был приобретен в 1726 году за 24 доллара. Составить программу, вычисляющую состояние счета, если бы эти деньги положили в банк под 6% годовых. Мы зададим переменные year start и year finish. начальные сумма и процент. Поставим значение, да, year start 1726 год, year finish 2015 год. и начальное значение счетчика цикла. Дальше. Пока счетчик цикла меньше разности вот этих двух лет, чтобы мы понимали, да, нам нужно за каждый год вот этой разницы посчитать процент. Выполнить. то, что cost плюс cost умножим на процент. То есть если сложные проценты, мы зададим. Естественно, мы добавим начальное значение 24 и значение процентов 6% годовых. И в итоге выведем на экран наш результат. Посмотрим всю программу. И получим вот такую астрономическую сумму, да, что 465 миллионов 908 тысяч 289 долларов, если бы 24 доллара положить в 16 веке на счет. А вот. То есть наша лекционная программа, наша вебинара подошла к концу. Если есть вопросы, я вам на них отвечу. И коротко анонс, что у нас будет на следующий раз. На следующий раз у нас будет вебинар, посвященный массивам. То есть мы коротко посмотрим. И мы начнем рассматривать, скажем так, и другие языки программирования. То есть часть вебинара будет посвящена массивам. Вторая часть посвящена тому, как быстро перейти с языка программирования Паскаль на любой другой язык программирования. Будем рассматривать PHP, будем рассматривать C-Sharp и будем расхватывать Java. Хорошо. Так, ну давайте еще пару минут, если есть вопросы. Если нет, то мы тогда будем заканчивать. Да, можно. И в Паскале он генерирует при запуске самого Паскаля, он генерирует EXE-файл. Он является самим приложением. То есть и в настройках Паскаля есть галочка, которую можно поставить или убрать, которая позволяет сохранять это EXE-приложение. Вот, сейчас я покажу, как это делается. Так. А вот окно приложения. Да, мы можем здесь задать простое приложение. Вот, его скомпилировать. Да, но есть настройки, есть опции компиляции. И вот здесь вот есть галочка удалять EXE-файл. Мы можем убрать ее, нажать, и тогда у нас вот этот Hello World будет в соответствующей папке. Там, где у нас распакован Pascal.bc.net. Вот. Вот мы видим, вот она программа 1 наша. То есть мы ее запустим. Да, она не останавливается. Для того, чтобы она у нас зафиксировалась, мы достаточно нам команды RedLine запустим. Выполним. и теперь наша программа Program 1. Вот у нас введена ну, скажем, простое приложение, консольное, в которое вы увидите Hello World значение. Также в Pascal можно создавать и графические приложения с помощью модуля работы с графикой. Так, хорошо. Есть ли вопросы еще? Хорошо. Если вопросов нет, тогда благодарю за внимание. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...